Добрый день! Добрый день! Вот, наконец-то, у нас обещанное давным-давно занятие по тому, как подготовиться к исповеди. Ну, исповедь – одно из таинств православной церкви. Я не могу, конечно, говорить как епископ или как священник, потому что я чтец в церкви, но, тем не менее, исповедь – это то, с чего, наверное, начинается путь любого христианина к причастию. То есть мы, конечно, многие из нас крещены в детстве, и в том числе я вот помню свою молодость, когда я был крещен, мне было шесть лет, и тайно в Санкт-Петербурге моя мама у сестры дома пригласила священника, крестили меня как бы в ванне в одной комнате, потому что пойти в церковь не было возможности в те времена, это еще были 70-е годы, но, тем не менее, я помню свою первую исповедь. То есть придя в храм, который мне показался очень таинственным и каким-то священным, необычным, священник меня, конечно, спросил, задал вопросы очень простые, потому что шестилетний мальчик, наверное, еще вряд ли может что-то исповедовать. Но потом, когда мы растем и совершаем различные действия, которые не соответствуют, наверное, христианскому образу жизни в первую очередь, вот эти действия сами по себе, они нас как бы отсекают так или иначе от Бога, от его божественной благодати, которую он дает. И чтобы восстановить связь с Богом, и чтобы была возможность у человека получить причастие, естественно, в церкви существует таинство покаяния, покаяние в грехах, которое как бы... покаяние — это как бы процесс, а исповедь, она его как бы обозначает. Вот человек, осознавая свои грехи, он этот груз может снять именно через таинство исповеди. Таинство исповеди было установлено самим Господом Иисусом Христом, когда он сказал своим апостолам, что вот то, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, а то, что отпустите, если отпустите грехи, и грехи будут отпущены и на небе. Поэтому он как бы установив это таинство, дал своим апостолам и, соответственно, всем остальным поколениям священства, возможность, власть, как бы небесную власть отпускать грехи. Поэтому мы приходим обычно к священнику, который принимает исповедь, выслушивает нас и потом отпускает эти грехи. Грехи эти совершенно отпускаются, то есть они потом не будут вспоминаться на страшном суде. Поэтому, конечно, исповедание грехов, хотя это такая вот для многих трудная задача, но она необходима, потому что она именно дает возможность очиститься. И действительно, когда вот исповедуешься по своему опыту, знаю прекрасно, что груз как бы падает на душе, он как бы лежит и часто не хочется исповедовать грехи, потому что стыдно, что стыдно опять, особенно те, которые я уже повторял, и приходишь к священнику опять, и говоришь, я опять, я опять совершил этот грех. И не хочется его исповедовать, но когда исповедуешь, наступает такая легкость на душе. В общем, одним словом, это вот как бы небольшая такая вот информация, что такое исповедь. К исповеди лучше всего, конечно, готовиться, особенно для тех, кто не знает еще как бы многого и мало исповедовался в церкви, лучше готовиться по различным материалам, которые в церкви можно легко приобрести. Сейчас очень много выпускается и в России, и в Америке. Есть, конечно, книжек, где описывается очень подробно, как бы подготовиться к исповеди, какие грехи исповедовать, что исповедовать, что не исповедовать. Потому что мало сказать, что я просто согрешил, правильно. Нужно действительно осознать, что было сделано не так, и в чем нужно исповедоваться. Часто, вот я просто знаю, на опыте своем, часто как бы люди иногда считают, что исповедовав грехи, их можно опять повторить. Но это совсем не так. Даже те грехи, которые мы повторяем, нужно при подготовке к исповеди решить, окончательно их не делать. Мы все, конечно, люди очень слабые и впадаем в искушение. Это неизбежно. Но грехи, которые мы перечисляем, их нужно стараться не делать никогда опять. Я не хочу сейчас углубляться в перечисление самих грехов, потому что их там целый список. И просто скажу, что для каждого человека в зависимости от его, наверное, духовного возраста и в зависимости от его нормального возраста, то есть, например, подростковый возраст, или молодой возраст, или уже старый, существуют, наверное, различные рекомендации. Потому что есть грехи, которые мы совершаем по молодости, по неопытности, по молодости, из-за того, что у нас слишком много энергии и так далее. А есть грехи, которые мы совершаем уже сознательно, в более сознательном возрасте. Поэтому я рекомендовал бы, наверное, всем поискать, для меня было самое, наверное, удобное для подготовки к исповеди, это помощь кающемуся, которую написал святитель Игнатий Бринчанинов. Это очень короткая такая работа, в которой суммированы все страсти греховные с их подразделениями. И в противовес ставятся добродетели с их подразделениями. Потому что еще один важный момент при подготовке к исповеди. Нужно понимать, что не грехи сами по себе, то есть не то, что мы сделали или сотворили, это важно и имеет какую-то силу, воспрепятствовать нашему причастию. Нужно понимать очень хорошо, что, с другой стороны, то, что мы не сделали, то есть те добродетели, которые мы должны делать, и мы их не делаем. Может быть, не делали добродетели, это не является чисто грехом, но тем не менее добродетели – это как раз тот противовес, которыми грехи исправляются. Поэтому, конечно, нужно знать, что, например, если мы страдаем грехом обжорства, если мы любим покушать плотно и часто, и вкусно, и слишком хорошо, то, конечно, противовесом этого греховного действия является воздержание. То есть это воздержание просто от излишней пищи, например, или просто самоведение постов, что очень важно. И, соответственно, если, например, самый такой тяжелый грех, что-то самое простое, самая тяжелая – гордость, очень тонкий грех, если мы гордимся, если мы унижаем других людей умственно, даже не говорим об этом, а просто считая их какими-то лицами, или насмехаемся над ними, то, естественно, противоположный этому, противоположному этому греху добродетель – это любовь. Любовь к человеку, то есть ко всем, кого мы видим, ближних. И отношение к ним с любовью даже не просто показательно, что мы кому-то сделали что-то доброе, а внутри, в сердце. То есть вот такие вот вещи. Я еще хочу, чтобы ты сказал, что просто прочесть книгу «Мало» нужно обязательно попостовать перед исповедем. – Это три дня, и обязательно чтение канонов тоже сюда включено. – Да, но перед причастием вообще вот особенно в московском патриархате такая вот, конечно, была установлена довольно строгая практика, но тем не менее перед причастием, особенно когда оно редко совершается, нужно поститься три дня, прочитать все каноны, молитвы перед причастием и обязательно исповедоваться на службе либо вперед, либо во время той службы, когда будет происходить причастие. Есть разные практики, преческая церковь, например, чуть-чуть по-другому там, но для вот тех, кто редко причащается, такая практика, она… – А для тех, кто часто причащается? – Для тех, кто часто причащается, это значит, что человек, когда старается причащаться каждую неделю, каждое воскресенье, то в субботу поститься нельзя. Но это уже при… как бы… это апостольские правила. То есть, если человек как бы в таком… ну, в Америке, например, в Американской церкви, как и у нас, епископами установлено правило такое, что при, естественно, образе жизни, когда не… то есть мы не грешим, а живем церковно, посещаем все богослужения на неделе, то есть все предписанные богослужения, там, среду, четверок, пятницу, субботу, воскресенье, такой жизнью мы живем, то не обязательно исповедоваться как бы перед каждым причастием, а достаточно одного раза в месяц, ну, примерно, в тех случаях, когда мы, конечно, не грешим. И можно тогда не поститься в субботу. В субботу как бы пост считается не предписан, а предписан только для тех, кто редко причащается. Как бы подготовка для такого редкого причастия заключается в три дня поста. То есть, когда вот наши исповедуются, они, как правило, обязательно раз в месяц исповедуются, им не обязательно три дня вот поститься. Ну, в нашем храме такая практика, как в американской церкви, для тех, кто постоянно причащается, исповедоваться нужно один раз в месяц примерно. Ну, если я, например, что-то согрешил, чувствую самую вину, то, конечно, не надо ждать следующего, как говорится, месяца, а нужно просто идти и исповедоваться. Но, естественно, такая практика, она для поместной церкви предписана, она не предписана для всем универсальным. Да, да, да. Что меня, в общем-то, порадовало, когда сюда пришла, как хорошо, раз в месяц, и вы, пожалуйста, получаете причастие каждый выходной. Но при этом, да, но при этом нужно помнить, что, конечно, нужно при этом жить, стараться жить по христианским заповедям, то есть по заповедям, по всем, и, соответственно, приходить как можно больше на богослужения. То есть богослужения, они у нас проходят обычно каждую среду, в четверг. В среду у нас обычно вечерняя служба, в четверг ранняя литургия. Часто проходят различные службы, богородичные, в пятницу, потому что собираются здесь обычные дети, и в пятницу у них тут уроки. И в субботу, естественно, тоже вечерняя служба, то есть у нас все ночные бдения, в субботу, и литургия, обычное воскресенье, как всегда. То есть вот эти службы рекомендуется посещать. Спасибо большое. Хоть бы по воскресеньям успел. Ну, хотя бы. Большинство приходит все равно только в воскресенье, да? Ну, в основном, да. Я бы сказал, что в основном, конечно, самое большое количество народа приходит в воскресенье. Но все равно. Вот американцы, они все равно воскресенье, это обязательный день этой церкви. У нас вот даже нигде ничего не работает, потому что воскресный день церковный день. Да, в Талсе многие бизнесы закрыты, вот как, например, у нас тоже, на закрытое воскресенье специально, чтобы не было прийти в храм. Спасибо тебе большое. Ну, спасибо. Если еще будут какие-то вопросы, я обязательно опрошусь. А с вами был ли Тарас и Галина Смис, и сегодня самый лучший день.